Добрый день, меня зовут Светличный Антон, мы рады приветствовать вас на нашем вебинаре посвященном сверлильно-присадочному станку проходного типа DrillTech C600 Предлагаю подождать пару минут, пока остальные участники подключатся к нашему мероприятию а пока проверьте картинку и звук и напишите в чат плюсик, если нас хорошо видно и слышно Предлагаю пока ждем, ознакомимся с небольшим видео, для того чтобы понимать о чем идет речь На этом видео очень хорошо показаны возможности этого станка Как я уже сказал, станок сверлильно-присадочный, проходного типа используется на предприятиях, которые работают с массовым производством изделий Мы рекомендуем партийность от 60 деталей, но поговорим обо всем по порядку Основной принцип работы этого станка, основная задумка в том, что мы получаем готовую карту присадки за один цикл Фактически, независимо от сложности карты присадки один цикл, все отверстия готовы Есть ряд ограничений, в частности расстояние между отверстиями должно быть либо равным 32 мм, либо кратным Но обо всем поговорим по ходу сегодняшнего вебинара Итак, всем еще раз привет, меня зовут Светличный Антон И сегодня мы поговорим о сверлильно-присадочном станке проходного типа Drilltech C600 Пока идет презентация, пишите ваши вопросы в чат, я на них обязательно отвечу в рамках мероприятия Итак, начнем Коротко о главном Drilltech C500, сверлильно-присадочный станок проходного типа Главное назначение которого двухсторонняя обработка плитных заготовок прямоугольной формы Кто может использовать этот станок? Изготовители корпусной мебели Максимальное оснащение этого станка это автоматическая транспортировка заготовок 4 сверлильных суппорта, установленных сверху 8 суппортов снизу И по 2 головки, по 2 суппорта сверлильных справа и слева У нас есть две конфигурации данного станка Когда мы можем предложить нашим клиентам для торцевого сверления Либо одну длинную сверлильную головку на 21 электрошпиндель Либо две по 11 мм Для чего это нужно, мы поговорим сегодня дальше В рамках нашего вебинара и рассмотрим примеры, посмотрим видео, будет интересно Итак, область применения станка это, как уже было сказано, офисная мебель Мебель для спальни и либо кухонная мебель Фактически вы не ограничены в использовании данного оборудования Единственное что, максимальную эффективность вы получите только при партийности деталей от 60 единиц и выше Конечно, мы рекомендуем 300-400 единиц Но в современных реалиях мы рассматриваем возможности станка с тем, что есть Итак, рекомендации по применению Мебельное производство с высокой партийностью, как я уже сказал ранее От 60 деталей Производительность от 3500 деталей в смену Почему мы говорим от? Здесь мы имеем в виду, что партийность хотя бы деталей 200-400 3 секунды на цикл и фактически мы получаем заявленную производительность В рамках вебинара мы также расскажем, как такой производительности можно добиться И что сделать для того, чтобы получить схожую производительность при меньшей партийности заготовок И, соответственно, мы можем устанавливать несколько подобных станков в производственную линию Для чего это надо, также расскажу в рамках сегодняшнего вебинара DrillTech C500 это высокая скорость присадки до 8 суппортов По 2 сверлильных группы на каждом суппорте Высокое качество Точная глубина присадки и позиционирование суппортов за счет оснащения электронными компонентами контроля Да, вы не ослышались, уже в базовой конфигурации наши станки оснащаются электронными компонентами контроля Что это за контроль? Это контроль положения суппорта, контроль положения сверлильной головы Фактически, что это значит для конечного клиента? Для клиента это значит, что в случае, если оператор ошибся и не выставил, соответственно, суппорт или голову в нужную координату Станок ему об этом сообщит, что приводит к уменьшению брака и уменьшению, собственно, рекламации Производительность станка 3 секунды цикл Где-то быстрее, где-то медленнее, от чего зависит, также расскажу дальше Сверление карты присадки за один цикл Как я говорил ранее, философия этого станка в том, чтобы независимо от количества отверстий и сложности самой карты Получить готовую деталь уже за один цикл, фактически в течение 3 секунд Система настраиваемых пневмоприжимов, которые также работают как устройство для создания противодавления в зоне присадки Фактически, что происходит? Происходит следующее При использовании этого станка для присадки каких-то габаритных панелей, например, боковых стенок шкафа и так далее В этих деталях предусмотрено большое количество отверстий, например, для полкодержателей И вот для того, чтобы не выгибала деталь посредине, используются вот эти пневматические суппорты, прижимы Которые работают так же, как противодавление Дальше на видео мы увидим, как это все работает и сможем поговорить более детально Дрилтек С500 невероятно быстрый, просто невероятно Вот как раз на видео вы видите, как работают вот эти системы противодавления, да, они же прижимы И, соответственно, здесь вы можете видеть, что деталь при проведении операции, при обработке фиксируется фактически с пяти сторон То есть справа-слева она фиксируется прижимными планками, сзади-спереди она фиксируется механическими упорами И плюс еще сверху она поджимается вот этим пневмоприжимом Что еще примечательно? Примечательно то, что, как видите, то, что сейчас происходит, это фактически не максимальная производительность этого станка То есть здесь представлен на видео станок в самой простой комплектации, а именно с ручной подачей и разгрузкой заготовки Для того, чтобы добиться максимальной производительности, мы рекомендуем, конечно, использовать либо кассетный магазин, либо автоматизацию А об этих опциях мы поговорим дальше по ходу нашего вебинара, когда дойдем до раздела, соответственно, опций Но даже в таком режиме использования вы можете увидеть, насколько станок быстрый Базовые принципы основываются на том, что мы получаем максимальную производительность путем сверления всей карты присадки за один цикл, как я уже говорил Здесь на, собственно, этих картинках, да, вот, например, правом верхнем углу мы можем видеть такой же концепт станка, как мы только что видели на видео Когда подача и разгрузка осуществляются вручную оператором, то есть человеком На втором же изображении мы видим линию, линию, состоящую из двух станков Для чего это нужно, я расскажу чуть-чуть дальше Базовые принципы и конфигурации Станки комплектуются различным количеством верхних и нижних суппортов Индивидуально подбираются конфигурации сверлильных блоков Различное количество прижимов Опция сверления с пятой стороны Для чего это нужно? Если у вас есть карта присадки Какое-то изделие, да, где Все у вас хорошо и расстояние межосевое у отверстий Фактически кратно 32 Вы можете получить за один цикл готовое изделие Если же у вас есть изделие, да, есть заготовки И карта присадки, на которых расстояние между центрами отверстий не кратно 32 То вы должны либо производить досверливание на каком-то другом станке Либо же прогнав всю партию деталей, перенастроить станок И, соответственно, прогнать ее еще раз Но есть и третий вариант Вы можете приобрести еще один станок В более простой комплектации И поставить его следующим в линии Фактически вы получите линию из двух станков Первый из которых будет производить все основные операции А второй будет производить досверливание Именно тех отверстий, шаг которых не соответствует 32 мм И можно укомплектовать также его вставкой шкантов Это очень распространенная конфигурация и в России, и за рубежом Когда первый станок приобретается в расширенной комплектации Например, 6 нижних сверлильных суппортов и 4 верхних А второй станок приобретается в более простой конфигурации Например, только 4 нижних или 4 нижних, 1 верхний И фактически вы получаете ту же производительность Независимо абсолютно от карты присадки Кроме того, есть еще другие варианты Говоря другие варианты, я подразумеваю, что Мы предлагаем нашим клиентам не только стандартные какие-то сверлильные группы Но и также мы готовы изготовить под заказ Стоимость сверлильной группы, изготовленной под заказ Она не намного отличается от стоимости стандартной сверлильной группы Разница в стоимости порядка 20% То есть здесь, в левой таблице, вы можете видеть стандартные сверлильные группы Как видите, могут быть 3, 5, 7, 11 шпиндельных патронов В сверлильных группах, изготавливаемых на заказ Может быть любое количество сверлильных групп Сверлильных шпинделей И кроме того, расстояние между соседними шпинделями Может не быть кратно 32 То есть это тоже хорошая возможность повысить свою производительность То есть не прогонять второй раз детали Не ставить второй станок в линию А использовать специализированные сверлильные группы Кроме того, нет никакой необходимости приобретать их сразу вместе со станком Задачи меняются, заказы меняются Все может быть измениться в любой момент И когда вы уже используете наше оборудование Приобретая станок Вы в любой момент можете заказать у нас сверлильные группы Под конкретно ваши чертежи, под ваши задачи То есть фактически вы взяли заказ на 10 тысяч изделий Где есть группа отверстий Которые невозможно присадить на станке подобного рода за один заход Вы можете заказать под эту группу отверстий Отдельно у нас сверлильную голову Или даже несколько, если у вас несколько станков Это существенно сократит время производства Соответственно снизит себестоимость изделия Вы получите дополнительную выгоду Монтаж сверлильной головы на нашем оборудовании Производится очень просто Буквально в два клика Основной принцип работы станка заключается в том Что сверлильная группа состоит из правых и левых шпинделей Как мы сейчас уже видели Их может быть совершенно различное количество И наши клиенты зачастую приобретают несколько комплектов сверлильных групп Что это значит? Это значит, что если у вас, например, 8 суппортов по 2 сверлильных группы Это всего 16 сверлильных групп Можно приобрести не 16, а условно 25 Что это дает? Это дает следующее В то время, пока станки выполняют свою работу И производят присадку какой-то партии деталей В это же время оператор станка Производит наборку инструментов Сверлильные группы для следующего заказа И когда станок заканчивает обработку партии деталей Оператору уже не составляет большой сложности Очень быстро поменять сверлильные головы С уже установленным инструментом То есть это также сокращает время на переналадку, перенастройку Соответственно увеличивает производительность И, собственно, удешевляет производство Что касается программного обеспечения Программное обеспечение software DrillTech C500 состоит из нескольких вещей Фактически на самом станке установлен топ-дрил Но, зная, что компания HOMO придерживается политики единого программного обеспечения Конечно, мы об этом позаботились То есть фактически Если уже у вас есть какое-то оборудование нашей компании И вы используете программное обеспечение WoodWob Которое устанавливается на практически всех наших станках Вы также можете продолжать его использовать Это программное обеспечение И на станках серии DrillTech C500 То есть очень абстрактно алгоритм работы показан на этом слайде То есть у вас есть какая-то программа WoodWob Например, она может быть с обрабатывающего центра Или с нестинга Или еще откуда угодно И с катрайта Дальше вы отправляете эту программу в NC Data Postprocessor Это тоже наша разработка Это наш софт Он идет в комплекте со станком И после этого уже вы с оптимизированную программу открываете в TopDrill После этого фактически станок готов к работе Вы нажимаете пуск И станок, используя электронные компоненты Показывает на какие позиции вам необходимо выставить какие суппорта И каким инструментом оснастить какие сверлильные шпиндели То есть все очень просто, быстро, доступно Пару слов про WoodWob Это современное программное обеспечение на базе Windows Я думаю, что многие его очень хорошо знают Программное обеспечение полностью русифицировано Легкое управление Благодаря понятному интерфейсу Фактически в мире у нас более 30 тысяч установок Этого программного обеспечения вместе с нашим оборудованием И я думаю, что проблем нет никаких у наших клиентов с его использованием Кроме того, у нас есть подразделение, которое занимается обучением отдельно У нас есть подразделение, которое занимается именно разработкой и внедрением новых технологий Это здесь, в России, это я не говорю про Германию То есть у нас здесь, в России, есть несколько подразделений Которые занимаются только программным обеспечением То есть фактически любые вопросы, которые возникают у наших клиентов Мы можем решить, ну скажем так, не прибегая к помощи завода-изготовителя Возможные варианты установки Как я уже говорил Сейчас мы попробуем собрать все варианты установки в одну какую-то сводную таблицу Фактически мы можем установить отдельно станок С ручной, полуавтоматической и полностью автоматической транспортировкой Для каких-то простых карт сверления без установки шкантов Фактически, если вам нужно изготавливать там 10 тысяч условно ящиков Фасадов ящиков, боковушек ящиков, чего угодно в смену Вам подходит такой вариант без проблем То есть ящики это простые довольно изделия И проблемы нет никакой Дальше станки Drilltech C500 Которые установлены в линию из двух станков Комплект из двух станков С ручной, полуавтоматической, полностью автоматической транспортировкой Для сложных карт сверления Или с установкой шкантов То есть здесь мы говорим о той технологии Про которую я рассказывал буквально только что Когда первый станок у нас приобретается в более сложной конфигурации В более расширенной Второй станок в более простой Вплоть до того, что второй станок может даже не укомплектовываться боковыми Фактически это у нас горизонтальными сверлильными группами Вместо них устанавливаются группы установки шкантов Ну и третий вариант Это станки Drilltech C500 Установленные в линию Powerline Здесь речь идет о том, что мы берем линию из двух станков И комплектуем ее автоматической загрузкой и разгрузкой Фактически у нас подача заготовок может осуществляться несколькими типами Сейчас мы об этом поговорим Здесь у нас небольшие установочные схемы Варианты одиночной установки То есть отдельно стоящий станок Отдельно стоящий с автоматической загрузкой И отдельно стоящий станок с автоматической загрузкой и выгрузкой Причем таких вариантов у нас два Если вы посмотрите на левый нижний рисунок То здесь у нас именно идет загрузка-разгрузка с поддона Фактически может быть несколько подстопных мест Но загрузка-разгрузка производится манипулятором А вот нижнее правое изображение Здесь все немножко по-другому Здесь тоже автоматическая загрузка-разгрузка Но вот загрузка и разгрузка производится с ральганга То есть фактически деталь к вам приходит по производственной линейке Сейчас рассмотрим это более подробно Здесь то же самое касаемо установки комплекта из двух станков И установка в линию Powerline Давайте поговорим немножко о опциональном оснащении И начнем с кассетного магазина Как видите на видео Кассетный магазин представляет из себя Две дополнительных направляющих И некоторый набор датчиков Для чего он нужен? Сейчас глядя на видео я думаю все будет понятно Но тем не менее прокомментирую Использовать можно как с магазином так и без Сейчас как раз на видео показано Как вводят в работу магазин И фактически обратите внимание что происходит Набирая пачку деталей и устанавливая ее в кассетный магазин Фактически подача идет непрерывно И станок ничем не ограничивается То есть можно получить максимальную производительность Задача только одна, чтобы оператор успевал В кассетный магазин подкладывать детали Кроме того, кассетный магазин используется Также в случаях, когда необходимо присаживать Какие-то тонкие так называемые элементы То есть элементы, в которых Не соблюдается отношение длины к ширине Два к трем Когда мы говорим про рейку Сейчас попробую объяснить, что я имею ввиду В связи с тем, что подача детали Производится по транспортеру При работе оператору довольно сложно Узкую деталь запустить ровно Для того, чтобы она вошла в станок без перекосов Так вот, в данном случае Как раз таки тоже нам помогает Кассетный магазин Сейчас вы видите, что я имею ввиду Вот, посмотрите Узкие детали И фактически подача производится безостановочно Следующая опция Это сверление с пятой стороны Мы понимаем, что сейчас Конечно же в современных условиях Людям хочется все больше Каких-то индивидуальных, эксклюзивных вещей И у нас есть такое решение Для сверления в переднюю пласть Для чего это нужно? Обычно это используют, когда хотят закрепить какую-то царгу Либо же фальш-панель Либо что-то еще Опять-таки, кассетный магазин Зачастую Применяемый для увеличения производительности Устанавливаются дополнительные упоры И дополнительные кулачки, которые позволяют выравнивать деталь Узел торцевого вот этого сверления Для сверления в переднюю пласть Он устанавливается на верхнюю балку Наравне с вот этими модулями Которые используются для обеспечения противодавления и прижима То есть сейчас на видео прямо видно, что рядом с вот этим узлом установлены пневмоприжимы Давайте дальше посмотрим Наши станки также могут комплектоваться специальным агрегатом для установки шкантов Мы можем использовать несколько вариантов разновидностей шкантов Это как наш стандартный шкант 8х30, так и европейский шкант 5 Причем мы можем говорить о том, что эта система очень гибкая И мы можем использовать ее как в стандартном исполнении Когда у нас через форсунку заправляется клей, впрыскивается Так и в исполнении, когда у нас через форсунку впрыскивается просто вода А клеевой состав уже нанесен на шкант Вариантов очень много, варианты очень гибкие Мы с радостью готовы подобрать именно то, что подходит вам То, что требуется под ваши производственные нужды Следующий этап это опциональное оснащение и автоматизация Здесь мы более подробно уже можем видеть Одиночный станок с ручной транспортировкой заготовок И дальше одиночный станок с автоматической подачей, но с ручной разгрузкой И автоматический станок, автоматическая линия с автоматической загрузкой и автоматической выгрузкой Причем, как я уже говорил ранее, загрузка производится с помощью робота С помощью вакуумной присоски И фактически мы можем иметь несколько подстопных мест Куда загоняются поддоны с деталями И, соответственно, то же самое мы говорим о выгрузке Кроме того, у нас есть очень широкий выбор мечтанночной автоматизации То есть мы можем предложить решение Когда эти поддоны с заготовками и поддоны с готовыми деталями Поставляются к станку не вручную оператором на рухле А с помощью какой-то автоматизации То есть это может быть либо приводной ральганг Либо же это может быть какой-то вообще автоматизированный трансбот То есть это специальный робот, который будет привозить поддоны Непосредственно в зону загрузки и выгрузки Примеры производительности У нас есть расчеты производительности Для некоторых деталей Но хочу обратить ваше внимание Что вы всегда можете приехать в наш компетент-центр Такой станок у нас есть, смонтирован И мы рассчитаем производительность Покажем вам конкретно на ваших деталях По вашему техническому заданию То есть в данном случае что мы видим Заготовка 568 на 516 мм 12 глухих отверстий в пласть Плюс 2 сквозных И горизонтальных 12 отверстий Здесь мы видим, что производительность составляет 22 заготовки в минуту То есть фактически это чуть-чуть больше 3 секунд На один цикл Почему чуть-чуть больше или чуть-чуть меньше? Дело в том, что алгоритм работы станка следующий Если у нас есть одновременно и торцевые отверстия, и отверстия в пласть То станок всегда будет сначала делать торцевые отверстия, далее отверстия в пласть Почему это производится? Для того, чтобы не было просто столкновения между инструментом Если мы посмотрим на следующую деталь Здесь у нас только торцевые отверстия Соответственно их 8 отверстий И здесь уже производительность 28 заготовок в минуту То есть фактически здесь меньше 3 секунд на один цикл Единственное, на что хотел бы обратить внимание Так это на то, что такая производительность может достигаться Только в условиях автоматической загрузки и разгрузки заготовок Конечно, при определенных условиях А именно небольших размерах деталей и так далее Мы можем получить такую же производительность С использованием ручной силы каких-то операторов Но поймите меня правильно Дело в том, что для того, чтобы подавать деталь каждые 2,5 секунды Оператор должен быть, ну скажем так, весьма крепким и во вменяемом состоянии Да и на сколько его хватит в таком режиме работы Когда же мы используем либо кассетный магазин, либо автоматическую подачу Здесь уже мы не зависим ни от оператора, ни от чего, ни от каких факторов Мы получаем ровные циклы, отличное качество и уходим от человеческого фактора Когда оператор может засунуть эту деталь в станок криво Может ее уронить, может при подаче отбить угол То есть мы от этих всех факторов уходим Точность сверления Точность сверления вертикальных отверстий по оси XY составляет порядка 2 десяток Для мебельного производства этого более чем достаточно Но на самом деле наши станки дают большую точность Несмотря на то, что производитель заявляет именно такую Дальше Параметры заготовки Размеры от 250 до 2,5 метров Опционально мы можем увеличить максимальную длину до 3 метров Но пока нам таких запросов не поступало И это что-то такое вот прям индивидуальное Ширина заготовок от 100 до 1000 миллиметров И толщина от 12 до 60 Дальше здесь мне хотелось бы показать Некоторый концепт нашего производства Для того, чтобы напомнить, что мы производим не только Какое-то конкретное оборудование В частности сверленно-присадочные станки Но и наша компания производит оборудование Которое перекрывает все этапы производства Начиная от проектирования и заканчивая упаковкой Я бы хотел завершить презентационную часть Перейти к вопросам Сейчас посмотрю, есть ли вопросы Вопросов онлайн у нас сейчас пока нет Но я хотел бы обратить внимание Что вы можете всегда обратиться к нам К нашим специалистам С любыми вопросами Мы постараемся на них ответить максимально оперативно И хотел бы еще раз поблагодарить всех за участие Мы будем рады видеть вас на следующих мероприятиях О которых мы сообщим вам по электронной почте О новинках ОМАК вы также можете узнать Подписавшись на нашу новостную рассылку На официальном сайте и аккаунты в социальных сетях Ну и кроме того, хочу еще раз напомнить Что у нас есть компетенц-центр Расположенный в Москве В котором представлены практически все типы оборудования Начиная от самого простого Для каких-то небольших предприятий И заканчивая промышленным В котором мы будем рады вас видеть Вы сможете посмотреть на наше оборудование Протестировать на своих заготовках На своих изделиях Получить консультацию наших специалистов Не только по технике, но и по технологии И соответственно ознакомиться с нашим оборудованием Более подробно Всем спасибо, всего доброго